Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3164. Печальное нынешнее состояние РПЦЗ. Из многомиллионной паствы остались крохи. Можно ли было как-то кардинально положение изменить, ибо в течение 80 лет явно же им было, к чему у них идет дело? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Видеть-то они видели, что число их катастрофически уменьшается, но они пытались реанимировать через совершенно противоположные средства. Вместо того, чтобы идти в мир и заниматься миссионерством, они как истинные потомки в кавычках «Святой Руси» строили храмы, благолепия храмов, богослужения, храмовые монастыри, монастырские послушания, монастырские обеты тиражировали, занимались тем, что смертельно опасно, тешили свой неевангельский опыт. Вот их уставы, как под копирку с древних монашеских книг. Там монашество высосало соки из народа, вылавливало лучших и гробило их за стенами монастырей, так и эти. А результат один и тот же. Полное исчезновение и ветер в пустыне и в пустой голове. Когда пишут о монахах, то всегда подчеркивают, что у них всегда было Евангелие, что они изучали Писание, как у Серафимов. В Котомке постоянно было Евангелие. Смотрели в книгу, а видели. В этом Евангелии на каждой строчке по два и по три раза говорится о проповеди, о благовестии, о распространении Слова Божия, о просвещении народа Писания. А они делают абсолютно напротив того. Прячут истинные слова Библии и подменяют их мертвящим духом монашества. И приводят, как и в этом сборнике монашеских уставов, даже места Писания. А ни одного нет к месту. Применяют все к монашеству, когда это самое их, в кавычках, святейшее монашество возникнет. Через три столетия позже сказанных слов Христа. Извращать Писание мастеров было много. И особенно среди черноарижцев. Цитата. Сборник положений, уставов и законов Русской Православной Церкви за границей. 2006 год. 248 страниц. Размер книги 220 на 280 мм. Страница 88. Цитата. Житие монашеское в них должно быть благоустроено на незыблемом основании Слова Божия, при пособии наставлений и примеров святых отец, ибо только на всем основании здания духовной жизни и спасения воздвигается прочно и благонадежно. Лица, поступающие в монастыри и принимающие иноческий посты, среди других обетов дают обеты послушания, целомудрия и нестяжания. Дающие обет послушания и отречения от своей воли и от своего мудрования должны основывать его на слове Господнем. Матфея 16.24 Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Дающие обет целомудрия должны внимать Слову Христову. Матфея 19.12 Кто может вместить, да вместит и Слову Апостольскому. 1 Коринфянам 7.32 Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Дающие обет нестяжания должны утверждаться на Слове Христовом. Матфея 19.21 Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Лица, вступившие в монастырь, должны к верному и неослабному исполнению сих обетов постоянно побуждать себя Словом Христовым. Лука 9.62 Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. О благотворности послушания, о потребности... Лука 9.62 Лука 9.62 При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. И словом апостольским, евреям 13.17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. От сих главных начал должны происходить и к ним быть применяемы все правила и распоряжения, благоустрояющие монастырское братство в целом и поведение каждого члена братства в отдельности. Кавычки закрываются. Главное же в монашестве есть удаление от мира, замкнутость за стенами монастыря, противление словам Христовым идти на проповедь всему миру. Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Выступающие на соборе зарубежные пастыри говорили о стремительном уменьшении числа прихожан РПЦЗ. Можно вывести кривую, что через 10-15 лет останется меньше половины того, что есть, и вскоре напрочь засохнет. И того опровергать невозможно. Если бы кто доказал и пророчески подтвердил, что положение может измениться и весьма кардинально, если бы вышли на проповедь миру, как делают протестанты, неся истинный свет через православие и в первую очередь через монашество, не обремененное семейными узами, то и тогда, под страхом неминучего исчезновения смерти, уставы монашеские не изменят, так и умрут, как умерло египетское монашество в пустынях. Преступно не ценить благоволение, расположение владычнее к себе, с желанием распечатать понедельник, чтоб не сгореть, не утонуть в воде, ценить неоценимость ветерка, затишье, тень от облаков прохладу, как через веки молниям сверкать, и это даром все, а не заплату. И если ценник в совести у нас на все пять органов, на зрение и слух, на вкусовые качества и осязание страсть, здоровый организм, и к запахам неглух, во всем прищедрость дивного владыки, дарующего речь и накопитель знания, на предложение перед их на стыке знак вопросительный в усталости поставим, разревизию в себе произвести, из удивлений таинством всечастным, мазки картины из куплетов стих, талант, что после смерти не погаснет. С восторженностью детскую смотри, забудь о седине, прикрой и опыт, как будто первый раз со всех витрин ты с любопытством оттираешь копоть. Тогда события, известия и слухи во свете Библии пересмотреть придется. Стань любопытной девочкой в старухе, стан распрями и станешь выше ростом. Таинственность восходов и закатов, рождение, прорастание, созревание. И как-то бы во все проникнуть надо, раздвинуть чуточку таинственные грани. Переоценку ценностей назначь во свете Слова Божия прозрения. В молитве вдумчивой, конечно, а не вскачь. Там рассудительность свое подставит стремя. 11 июня 2006 год. Игнатий Лапкин.